Приветствую вас. С психологической точки зрения здесь есть только несколько моментов, на которые, мне кажется, нужно обратить ваше внимание. Первый момент касается того, что вы говорите про людей, которые портят Германию. И, значит, кто-то там кого-то обвиняет ваше. Ну, здесь вот определенно имеет место быть какая-то обида этих людей, непонимание, а также непринятие во внимание простого человеческого фактора и как следствие, соответственно, вполне возможно, не совсем правильно, исходя из этого поведения. Далее. Я, конечно, не знаю, но полиция не может просто так остановить и отвезти участок. Это процессуальное нарушение, равно как и удерживать людей больше определенного времени. То есть я не очень понимаю, не очень знаю законы Германии, но думаю, что у меня еще какое-то ограничение есть, и у меня складывается несколько размытое впечатление о том, как вы вообще во всей этой ситуации себя ведете, что вы делаете и так далее, то есть какова ваша позиция. Вот. Это первое. Второе. Второе. С психологической точки зрения, как я полагаю, есть проблема. Есть проблема того, что девушка, ваша, значит, переспала с другими мужчинами, да, и вас это напрягает, видимо. То есть перед вами, можно сказать, ну, возможно, возможно, да, она встает в некий такой неприятный образ того, что она спит с другими. Вот. Ага. И думается, думается мне, что это является ключевым моментом в вашей проблеме. То есть вы по какой-то причине, значит, приняли на свой счет то, что девушка, ну, можно сказать, переспала с другим, с другим мужчиной, да. Вот. Вы этого, вероятно, ей простить не можете. Вам, вас, вероятно, вероятнее всего грызет какая-то, может быть, ревность, может быть, вот что-то такое связанное. И это является проблемой. Первоочередной проблемой. Соответственно, здесь у нас имеет место быть работа с самооценкой, работа с уверенностью в себе. Вот. Далее. Вашей девушке требуется поддержка. Вашей девушке нужен сейчас сильный, уверенный в себе мужчина, который мог бы ее поддержать, который мог бы ей помочь, который мог бы помочь забыть обо всем том, что произошло. Вполне вероятно, что ее там принуждали, вполне вероятно, что ее заставляли, и вполне вероятно, что всего она вам не говорит. Исходя из этого, несколько не ясно, откуда вы взяли вот эту вот идею о ее вине. Да. Откуда там может быть вина, в чем может быть ее вина здесь. Но если вы считаете, что она действительно виновата в чем-то, то это, опять же, с точки зрения психологии, это ваша проекция ваших собственных переживаний, которые вы накладываете на девушку. И с этими проекциями нужно разобраться, с этими проекциями нужно поработать, чтобы они вам не мешали взаимодействовать с вашим партнером. Это то, о чем можно с вами поговорить, это то, о чем реально можно сделать. Так что на этом, я думаю, можно завершить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...